Дружелюбный и активный Антон Назаров, как и его сверстники, смело отвечает у доски и выполняет все задания учителя. Единственное отличие в том, что за партой он сидит вместе с тьютором. Анна Тимошенко сопровождает Антона и на уроках, и на переменах. Помогает ему включиться в образовательную программу и в общество. В самом начале у ребёнка были проблемные поведения, и нужно было просто с этим поработать. Нужно было время, чтобы скорректировать его нахождение в классе, адаптировать, и в принципе всё получилось. В прошлом году в системе образования Сочи были добавлены 22 ставки тьюторов. Ведётся активная работа и по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми-аутистами. Но особое место в комплексе работ с ментальными инвалидами занимают общественные организации, их на курорте пять. Руководитель Центра инклюзивного развития на своём опыте знает, как трудно приходится родителям включить своих детей в социум и дать им хорошее образование. Поэтому два года назад Надежда вышла с предложением к директору 8-й гимназии внедрить инклюзивное обучение. Эта среда заставляет и помогает ребёнку расти и развиваться такими активными темпами, какими мы просто не можем даже мечтать. Я считаю, что всем, во всяком случае, большинству деток с расстройством аутического спектра, с другими особенностями развития, будет очень полезно такое включение в общеобразовательную среду. В Сочи проживают 149 детей с расстройствами аутического спектра. В детсадах обучаются 35 таких малышей, в школах 27. 73 ребёнка с ментальной инвалидностью – воспитанники второй школы-интерната. Эту тему держим на контроле. Глава города Анатолий Николаевич Пахомов буквально на днях был в новом центре, который отремонтировали за бюджетные средства. Этот центр, который будет находиться на Макаренко-24, будет работать со всеми семьями, где растут дети с расстройством аутического спектра. И мы со всеми общественными организациями находим к ним ко всем подход, и они все выступают во взаимодействии и участвуют во всех наших диалоговых площадках для того, чтобы всё время нарабатывать новые перспективы. Администрации Край разработана концепция развития системы комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутического спектра, чтобы помимо образования дети могли проходить реабилитацию через спорт и культуру, а также получать качественную медицинскую помощь. Сочинские власти намерены развивать эту тему и уже активно работают над конкретными предложениями. Кстати, уже в июне на базе Сочинского государственного университета будет открыт ресурсный центр. Он станет клинической площадкой для изучения и решения проблем по социализации детей с расстройствами аутического спектра.